Радиент Кемп Смотрим потенциальные ворды, которые может поставить противник с целью бана Радиент Кемпа номер 5. Давайте представим, что в команде соперника Миллиардер, который психанул и решил забанить кемп всеми возможными способами. Чтобы показать масштаб грядущих событий, воспользуемся гемом. Как мы видим, ситуация весьма печальна. Ворды стоят по всему периметру. Мы можем пройти по всем четырем углам, чтобы убедиться в этом. Кроме этого, ворды стоят и в скрытых участках кемпа. Итак, приступим к установке. Сентри ворды нужно ставить напротив друг друга, в случае с Радиент Кемпом номер 5. Рассмотрим два наиболее выгодных и логичных способа установки. Первый способ – это поставить ворды посередине правой и левой границ Радиент Кемпа номер 5. Как мы видим, несмотря на ювелирную установку, мы имеем области сверху и снизу, которые не попадают в область обнаружения сентри вордов. Согласитесь, существует вероятность рандома, где противник может поставить ворды на данные участки, и в результате этого все наши труды будут напрасны. Соответственно, данный способ установки, несмотря на весьма внушительные показатели по обнаружению, не гарантирует нам стопроцентного обнаружения. С экономической точки зрения бьет по карману на 200 голды и одно танго, которое нам, как вы видите, придется пройдать, чтобы попасть в данный сектор. Второй способ является еще более затратным, а также достаточно сложным, так как при установке сентри вордов нужно учитывать много мелких и важных аспектов. Но именно данный способ поможет вам держать контроль над ситуацией, а также даст вам максимальную гарантию того, что вы обнаружите все ворды и успешно устраните их. Данный способ будет состоять из разбора двух участков кемпа, верхнего и нижнего. Ворды в данном случае мы будем ставить уже посередине верхней и нижней границы рейдинг кемпа номер 5. Как только мы убедились, что наш кемп забанен, приступаем к ответным действиям. Первое и самое важное, что нам нужно сделать, это съесть ель и поставить ворд справа от корней данного дерева. Таким образом мы потратим сентри ворд и тангуз, которые в совокупности стоят 130 голды, а в результате получим 100% детект на все скрытые участки рейдинг кемпа номер 5. Не забываем также о том, что еще нам понадобится потратить один тангуз для того, чтобы попасть в скрытую область закрытого участка. Это самый выгодный мув в процессе девардинга, если вы не знаете даже примерно, где противник мог установить свой ворд. Если поставить сентри ворд посередине нижней границы кемпа, у нас наблюдаются так же, как и с установкой сентри вордов по боковым линиям, два небольших зазора, в которых потенциально могут находиться ворды противника. Дабы свести потери к минимуму, подвинем ворд немного правее. В качестве ориентира используйте желтые цветочки и ставьте сентри ворд над ними. Как мы видим, остается лишь одна область слева, в которой могут быть установлены ворды противника. Если следовать стандартной стратегии, то мы просто можем установить в эту область третий сентри ворд, но с экономической точки зрения это не самое лучшее решение. Мы поступим иначе. Для того, чтобы гарантировать отсутствие вордов в данной области, вам необходимо совершить следующее действие. Как только вы выбрали персонажа, максимально быстро закупайтесь, раздавайте тангусы мидеру и сразу бегите на нижний лай. Вам необходимо занять такую позицию, из которой вы будете отчетливо видеть данный участок. В качестве ориентира используйте траву, которая растет в данном секторе, середины леса Редиант. Важно помнить, что радиус установки вордов составляет 500 единиц. Поэтому, если ваш противник захочет установить ворды в эту область, вы сможете его увидеть и прочекать инвентарь. Основываясь на полученной информации, мы принимаем решение. Вставить ворд левее, либо правее. Стоит отметить также, что с данной позиции вы получите обзор на все 4 захода в центральную область Резиант леса. Об этом теперь подробнее. Если вы будете находиться на одном секторе, тут уже это вас играет ваша сноровка, ваша реакция и ваша наблюдательность. Если противник будет заходить, например, в открытую, имея даже при этом сапог, вы всегда сможете убежать в левую часть карты. Если противник будет заходить с маков, единственная область, откуда он сможет вас зацепить, это сверху. Поэтому, находясь в данной точке, вам нужно учитывать два фактора. Первое, это следить на миникарте за четырьмя позициями и следить за данным участком. Снимаем. Я без сапога, кстати. Да, я знаю. Давайте фиссуру. Без сапога поймали, типа. Тут у меня есть сапог, но сапог могли не давать, типа мне. Да, там фиссура. Как мы видим, еще одним важным фактором является умение анализировать пик противника и понимать, смогут ли вражеские герои зацепить вас на расстоянии. Дота – крайне ситуативная игра, и как действовать нам в тех или иных случаях приходит только с практикой и полученным опытом. В отличие от профессиональных игр, где забеги в пятером в чужой лес являются нормой, в соло матчмейкинге, сами понимаете, никто не попрет всей тимой в ваш лес. Основное внимание игроков нацелено на захват рун, поэтому смело можете использовать эту технику и довардить свой кемп. Подведем итоги. Первое. Не щелкаем лицом на старте, закупаемся максимально быстро и выдвигаемся на разведку рейдинг кемпа номер 5. Играем на перегонки с вражескими героями, кто быстрее добежит до кемпа. Вы получаете разведку и пресекаете действия противника, а его задача – не допустить этого и опередить вас, чтобы поставить вард, который забанит ваш кемп. Так что выбирайте – скорость или геморрой. Также не забываем анализировать пик противника. Второе. Сентри варды нужно ставить на верхней и нижней границах рейдинг кемпа номер 5. В верхнем участке сентри вард ставим в место, где мы срубим дерево. В нижнем участке мы ставим сентри вард левее или правее центра нижней границы. Все зависит от полученной во время разведки информации. Теперь вы знаете все о вардинге пятого рейдинг кемпа. Спасибо за просмотр. Видос тащит? Ставь лайк, подписывайся на канал и ожидай следующие выпуски. Любая конструктивная критика приветствуется. Играйте в доту, не стесняйтесь экспериментировать и тестить свои идеи. Быть может именно вы станете тем самым, кто в будущем захватит мир киберспорта и завезет все интернешналы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok